Мы соединены сердцем со всеми своими близкими людьми. Если у вас хватает своей силы, энергии, счастья в сердце, вам даже не надо думать о близком человеке. Эта сила немедленно сама переходит к нему и помогает ему. Допустим, ваш ребёнок заболел. Если он заболел, и вы чувствуете, что всё будет хорошо, это значит, что ваша сила и сердце уже ему помогла. И это значит, что точно всё будет хорошо. Но если вы начинаете волноваться за своего ребёнка, это значит, что вашей силы уже не хватает. И в этом случае вам нужно откуда-то брать силу. А она потом сама пойдёт куда надо. Люди об этом не знают, они думают, что надо реально об этом сильно как-то беспокоиться. Нет, вам надо беспокоиться только о том, чтобы эту силу получить. А получить её можно только одним способом. Если вы думаете о Боге, Бог думает о вас. Если вы Ему служите, Он служит вам. Вам надо забыть про себя. Оставь свои заботы, падения и взлёты. Пожалуйста, думай о Боге. Молись Ему, радуйся Ему, кланься Ему, люби Его, помни о Нём. И чтобы помнить о Нём, нужны факты, поэтому надо изучать, как ты можешь помнить о том, чего ты не знаешь. Нужны факты, как кто исцелился, как кому помогло, как кто просветился, как кто стал сияющим. Надо всё это вжить этим, надо опыт этот получить в отношении с Богом. Когда человек это знает, у него чувствует этот опыт, он получил реально, он в жизни много примеров знает. Он начинает о Нём думать, и в это время происходит чудо. Он наполняется тем, чего в этом мире всем не хватает. Он наполняется силой, которая идёт везде, во все ниточки. Есть такой стих, там говорится, тот человек, который имеет контакт с большим водоёмом, все маленькие колодцы наполняются немедленно. Наши маленькие колодцы — это ниточки, связанные с нашими родственниками. Они наполняются сами, потому что так действует вода. Не надо заставлять воду втекать в колодец. Она сама просто из большого водоёма всё наполняет, все колодцы становятся полными. Точно так же говорится в этом стихе Бхагавадгиты, когда человек познал конечную цель, ведь это конечная цель — это Бог, тогда все остальные цели и желания его автоматически становятся удовлетворены. Поэтому даже не надо вспоминать близкого человека, просто молитесь. Но вы знаете, что это молитва для него. Вы просто знаете об этом. Этого достаточно, чтобы ему стало лучше. Но если вы хотите проконтролировать процесс, тоже возможно. Для этого надо быть немножко опытным. Надо думать о Боге, молиться для него, кланяться ему. И просто чуть-чуть в памяти держать того человека, которому вы хотите помочь. Вы увидите, что ваша память о нём начнёт меняться. Почувствуйте, что ему станет лучше. Потом вы почувствуете, что ему становится лучше. А потом вы увидите, что ему становится лучше. Продолжение следует... Продолжение следует...